Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, новая посылочка. Вот такая крутая. Здесь, короче, опять начались торги с одного телефона. И пошло-поехало, как снежный ком. Давайте меньше ля-ля, больше тополя. Открываем посылку. Лезвие я поменял на скальпеле. Острая, как бритва. Фу. Опять пенопласт. Уже все подписчики знают, что я пенопласт ненавижу. Нет, здесь упаковали все в пенопласт этот. Ладно, давайте доставать аккуратно. Вот с этого товарища начались все торги. Смотрите, какая лапушка. Смотрите, ребят. Это старые Ноки. Таких сейчас очень редко найдешь в хорошем состоянии. Ну и пошло-поехало. Один, второй. Этот чел очень выставляет много телефонов. Но он хитро делает. Не все сразу выставляет. А так, по чуть-чуть. И вот эти торги у нас шли три дня. Насобиралась вот такая куча старых ретро-телефонов. Так что давайте смотреть, ребятушки. Смотрите, это у нас Нокиа 2310. Это все я брал. Мне нужны были доноры. Почему? У меня есть рабочие, я не знаю, рабочие платы или нет. Есть лицевые части. Почему не сделать телефон, реставрировать и чуть-чуть заработать денежек для того, чтобы покупать дальше телефоны. И вам видео интересно, и мне работа. Смотрите, какой, ребята, Бен Кью Сименс интересный. Почему его взял? Потому что, во-первых, у нас его не было с вами на обзоре и на распаковках. Русский язык. Есть уже MP3 отдельная кнопка. Смотрите, ребят. И, по-моему, он с аккумулятором, если мне не изменяет память. Давайте посмотрим. Да, ребят. И он еще с аккумуляторной батареей. Поэтому я сразу его взял. Так что смотрите, если кому-то понравится какой-то телефончик, прямо с обзора он может уехать к вам. Россия, Белоруссия, Китай, куда угодно. Так, есть вот такой вот интересный телефон. Да, они в плачевном состоянии. Но, мне интересно, я такие никогда еще не получал. Именно вот этот. Этот, просто говорю сразу, взял для восстановления и для перепродажи. Потому что есть оригинальные корпуса. Далее, смотрите, что я еще нашел. Ох, пенопласта сколько! Он в этот раз выставил еще, не знаю, где он их берет. Моторола Е398. Но этот уже в довольно лучшем состоянии. Не знаю, так должно быть или нет. Бело-черным. Смотрите, пишите мне в комментах. Комменты нормальные, я воспринимаю адекватно. Неадекватные сразу в баню, поэтому просто без обид. Есть еще один корпус остался. Вот такой я получал. Под реставрацию 105-й, по-моему. Далее, кто-то просил. Вот такие вот телефоны нашел у него один. По-моему, он тоже с русской прошивкой. Ну, не знает. Nokia 3120. Сейчас все будем запускать. Вот такой взял. У меня, кстати, на него тоже оригинальный корпус есть. Давно таких не было. Мечтаю все собрать классную Nokia 1100. Смотрите, начинка классная. Чистый финн. А у меня есть корпус. Рихерс присылал. Полностью оригинальный передок. Вот эта станина. Почему? Вот эта вот штука, она прям идет на платье. Поэтому, если мы вытягиваем с корпуса, вставляем в оригинальный другой, то получается довольно красивая игрушка. И Nokia 1600. Это самые такие ходовые из болванок, которые продаются. Что по этому телефону? Да, этот телефон, скорее всего, где-то у него обломан шлейф. Но взял на всякий. Почему? Сразу вы не сможете купить и реставрировать. Кто занимается, знает. У этого телефона, как написал человек, включается дисплей. Вроде он звонит. Но все это будем проверять сейчас. Но внутренний экран не работает. Не знаю, почему. Давайте смотреть. Не знаю, есть ли у меня такая аккумуляторная батарея на него. Потому что, если честно, я... Или Рихард мне присылал. Или кто-то мне присылал такие телефоны. А, тут стоит обычная. Сейчас будем посмотреть. Так, взял я аккумуляторную батарею. Так. Берем сим-карту. Короче говоря, сейчас будем пробовать. Что у нас получится, не получится. Не знаю. Ну, взял, пусть будет. У меня таких несколько телефонов. Может, что-то и сделаю. Не сделаю, значит... Продадим так, как есть. Тот телефон у меня забрали. Е90 с руками и ногами. Так, погнали. Хм. Не понял. Почему он не включается? Обманули? Демоны. Обалдеть. Оправдавался, как исправный. Хм. Так. Идем, ищем другое АКБ. Остался у меня один. Такое АКБ-шко. Все поуходили. Так. Будем посмотреть. Вот это я же вам говорю. Видите? Вот так верить продавцам, ребят. Ну, что, с Богом. Аккумулятор сдох. Вот вам оригинальное. Так. Ну, что. Горит белым. И что-то никакой реакции. Хм. Да. Уж. Тут тоже тишина. Тишина. И все. Вот это облом. Да. Хорошо пошутил продавец. Ну, ничего. Есть нас. О! Смотрите, ребята. Что-то вылезло. Смотрите, вылезли цифры. Здравствуйте. Как он долго грузится? Это завал. Киевстар. Все. Отлично. Он загрузился. Что здесь? А здесь горит просто белым экран. Может, мы что-то не так делаем. Может, кто-то мне расскажет, как что-то правильно сделать. Или здесь, скорее всего, ребята, обломан шлейф. Напишите мне, пожалуйста, кто знает, как с этими телефонами пользоваться. Так. Ну, давайте попробуем позвонить. Так. Уже какое-то получили с вами сообщение. 477. Позвонить. Громкость я не знаю, как делается. Так. Слышу громкость. Хорошо. Отлично. Регулируется так. Option. Look, iPad, and call, new call, send contact. Получается, здесь нет громкой связи. Но слышимость обалденная. Я слышу отсюда во хорошо. Слава Богу. Так. 92, 7, 0, 26, 89. Решетка. Смотрите. Это что такое? Это что такое? Давайте расшифровывайте. Это столько на нем наговорили, что ли? Я не пойму. Стендбай таймер. Или это сколько пользовались? Или сколько? Только... Короче, пацаки. Смотрите. Вот вам. Расскажите мне, пожалуйста. Call таймер. Это на сколько звонили, я так понимаю. Call counter. Не знаю, что это такое. Стендбай таймер. Это, наверное, сколько жил телефон. Короче говоря, у вас есть информация к размышлению. Давайте, гуру, пишем, пишем. Так, как он выключается? Ага. Все. Отлично. Слава Богу, звонит. Все. Даже если не получится восстановить шлейф с тех телефонов, которые присылал Rehards, я просто его продам. И кто-то более специализированный, нежели я, просто сделает из него конфетку. Хотя у него состояние очень даже хорошее. Я встречал намного убитие телефоны. Называется модель 93-00i. Ай. Короче, откладываю в сторону. Очень красиво. Ну что, теперь начинаем с этими телефонами. Берем аккумулятор и погнали. Ну что, ребят, взял я аккумулятор. Короче говоря, я сейчас буду включать, проверять на включение и смотреть лайфтаймера данных телефонов. Потом будем двигаться дальше. Так, вроде включился. Активировался. 92-70-26-89 решетка. Седьмой год. 164 часа. Состояние. Как будто мы копали землю. Так. Ну, самое главное, видеть сим. Это хорошо. Не знаю, получится, повезет мне, не повезет. С НОКИ 11-00. Сейчас проверим. Клавиша, конечно, включения у них сделана через одно место. Ну, что мы можем сделать? Не мы дизайнеры этих телефонов. Идущий на смерть приветствует вас. Вы поняли. Это надо собрать рубрику, сделать наскальные надписи с телефона. Наверное, так и назвать его. Так, нажимается. Так. А как его отменить? Ага, вот С. Теперь. Звездочка, решетка. 92-70-26-89 решетка. Ребят, как его вниз прокрутить? 366 часов. Поняли, да? Вам интересно? Я вам сразу прокручу. Чтоб потом не возникало вопросов. Ну, что, мне нравятся эти телефоны. Не буду юлить. Так. Завтра утром заходим. Будет еще крутое видос. Пацаки. Так. Я проверю на выключение. Не хочу. Тут неудобно так вытягивать симку. Это завал. Лайфтаймер проверим завтра. Так. Ставьте сим-карту. Работает. Красная крутая подсветка. Мне очень нравится. Далее. Nokia 3120. Тут симка вставляется вот так. Так. Вот так. Обязательно в конце видео досматривайте. Там будут все фоточки с этих телефонов. Я доволен, что i9300 работает отлично. А, здесь у нас кнопка включения сверху. Здравствуйте. А, битый дисплей. Евротел. Чек-инфо. Хорошо. Ты звонишь к чек-инфо? Я думал, он с русским. Работает. Кстати, громкость хорошая. Звездочка решетка. 92.7.0. 26.89. Решетка. Пятый год. 364 часа лайфтаймер. Работает. Свитч. Так, есть такая буква. Работает. Кстати, у меня тоже есть на него дисплей. Я сейчас сижу, вспоминаю, заблокированных телефонов. Так, что будет все работать. Далее. Ну, здесь придется... Ой-ой-ой. Тут взяли и отрывали. Зачем? Тут, скорее всего, что-то с телефоном делали. Ребята, ребята. Ну, зачем вы вот лезете носами, куда вы не понимаете? Да, тут снимали блог, что-то с ним, по-моему, делали. Сейчас я удивлюсь, если телефон просто труп. Вот это будет, конечно, лажа. Ну, как говорил кто-то из великих на войне небезубитых. Так, Киевстар. 4-7-7, позвонить. Прикиньте, как громко говорит Риэль, говорит. Короче говоря, у меня, кстати, на него тоже есть бузер с донора. 92-7-0, 92-7-0, 26-89, решетка. Сколько на нем наговорили? 14-й год, РПР, лайфтаймер, 518 часов. Прикиньте. Из всех того, что мы сейчас с вами посмотрели. Ребята, это самый большой лайфтаймер был. 518 часов. Так. Что у нас есть дальше? Дальше у нас есть... Это кто? 1110i. Это неужели это черный? Нет, тут зеленый должен быть корпус. А ну, пробуем. Включаем. Вот здесь у нас кнопка пуск. Пуск! Nokia. Connecting people. Вроде что, мурлыкает. Тут вообще в этих Nokia крышка снимается. На раз-два-три. Кейстар видит. Неужели не в винтове нет? Не есть. Все, дисплей как новый. Отлично. 92-7-0, 26-89. 7-0 не то сделал. Звездочка, решетка. 92-7-0, 26-89. Решетка. Седьмой год. 464 часа. Да, накалякали опять же. Очень много. Это завал. Ну, видите. Все меняется. Все взаимозаменяется. Раз-два-три-четыре. Три-четыре. Раз-два. Вот с BenQ-Simmons я не знаю, ребята, как я его запущу. Потому что его надо будет заряжать. Поэтому, наверное, на него придется пилить, ребятушки, отдельный видос. Так что не обижайтесь. Бегать сейчас, искать зарядник. Тут, что еще microSD вставлялось уже. Все, включается. Отлично. Сим-карт увидит. Звонит. Замолыня. Так. Громкость есть, слышу. Пожалуйста. Так. И проверяем. 92-7-0-26-89. Решетка. Так. Решетка. Шестой год. Восемьсот семьдесят девять часов. Этот уже переплюнул всех. Даже переплюнул Nokia 105-ю. Вот я вам и говорю. Вот они, рабочие лошади. Которых не пристрелили на переправе. Так. Что этот нам запоет? Вот вам и телефоны, которые куплены в Украине. Вы видите, какой у них лайфтаймер. Поэтому лучше брать телефоны, которые присылает Rehards. Там реально низкий пробег. Вон, привет, Валя. Да, наверное, на скале надписи вырезать, а потом в одно видео соединить. 92-7-0-26-89. Решетка. Шестой год. Четыреста семьдесят пять. Ну, отлично. У этого чуть меньше. Считайте в два раза. Так. Есть такая буква. Что у нас с этой Nokia? Смотрю, она подмочена, подмочена, подмочена репутация. Так, как снимается эта штука, ребят? Ага. Вот так, по идее. Она даже залипла. Не хочет открываться. Я представляю, сколько ржи, наверное, внутри, ребят. А нет. Вот тут только. Скорее всего, где-то лежала и подмокла. А это вот ржачина с этих винтов. Ну, не знаю, как ее разбирать. Вот, во-первых, выломан кусок. Тут еще на трех таких пинах. Сейчас я гляну, есть ли у меня под рукой такая сель этот. Аккум. Так, увы, аккума под рукой нет. Ну, ладно. Будем считать, что он условно работает. А там будет видно. Будем разбирать, смотреть. Не знаю, называется модель Nokia 75-00. Так. Кто у нас еще остался? Motorola E398. Сейчас попробую найти на нее аккумулятор. Так, ну что, ребята, не нашел я аккумуляторной батареи на 4 пина, вот такой маленькой. Куда я ее делал? Не знаю, перерыл все свои аккумуляторы. Но будем надеяться, что он работает. И давайте теперь переходим к BenQ Siemens. Оказывается, продавец зарядил аккумуляторную батарею. Я вставил сюда сим-карту. И давайте включать. Чуть-чуть его почистил, потому что он подвисал из-за того, что у него переполнена память. Он писал, извините, переполнена память. И тупо тормозил. Давайте смотреть. Очень прикольный телефончик. Мне понравился. Что-то необычное. Да, подгружается, как все Siemens и BenQ. Очень. Это вам не смартфон. Ну вот, ждем. Зато красивая картинка прорисована. Прорисована заставка. Сейчас загрузится. Ждите. Вот так, видите. И идет надпись BenQ Siemens. Идет вот такой земной шар. И он подгружается, подгружается, подгружается. О! Отлично! Смотрите, я его почистил, загрузился очень даже быстро. Отлично! Так, теперь проверяем клавиатуру. Ага. Рано радовался. Грузится телефон. Ладно, пусть подгружается. Не знаю, подгрузился или нет. Вот так выглядит меню. Цветное, очень красивое. Камера работает. Я почистил картинки. Надо разобраться, где здесь музыка. Ну, список вызовов. Телефонная книга. Сообщения. Игры. Ну, телефон прикольный. Давайте попробуем позвонить. Я так и с него не позвонил, не успел. Качеля громкости у него расположена слева. Ну, громкость хорошая. Видите, дудка нарисована. Я не знаю, есть ли громкая связь или нет. Сейчас она выйдет с этого режима. А, есть громкая связь. Ого, динамик громкий. Акции, бонусы и скидки только для вас. Нажмите 1. Перейти дальше. Сажмите 2. Ну, что, мне нравится. Прикольный телефончик. Надо будет с ним поиграться, поэкспериментировать, что он умеет. Ладно, ребятки. Вот такие телефончики я сегодня получил. И венцом, как говорится, нашим сегодняшний ссор еще началось. Это вот этот Nokia 9300. Всем, кому понравилось, ставим пальчики вверх. Досматриваем видео до конца. В конце видео, как обычно, я выставляю фотографии. Всем спасибо, кто смотрит меня. Заходите вниз, там ссылочки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok